Уроки по изучению Библии Сыны Израилевы сильно согрешили, и разрушение было неизбежно. Бог сказал, что ищет человека, который бы воздвиг стену и заслонил с собой пролом, но такого человека не нашлось. Любое общество всегда остро нуждается в настоящих мужчинах, благочестивых, преданных, мужественных, таких, которые выступят вперед и поведут за собой. Но очень часто таких мужчин бывает не найти. Искал я человека, но не нашел. В прошлом я работал в таких общинах, где иногда казалось, что внимание заостряется на всем и вся, но только не на мужчинах. У нас были специальные планы работы для женщин, они выполняли большую часть посещений, заботились о больных, проводили специальные занятия на тему о том, как стать хорошей женой и матерью. Мы беспокоились о нашей молодежи и уделяли ей особое внимание, говоря, молодые люди – это завтрашние руководители. Все это так и хорошо, но как же сегодняшние руководители – мужчины? Пока сердца мужчин в общине не начнут гореть и работать для Господа, любое дело, предпринятое общиной, будет с изъяном. Какие мужчины нужны в обществе, в церкви и в семье? Прежде всего, нам нужны мужчины-христиане, настоящие христиане. Кто-то шутливо заметил, что на небесах не будут ни жениться, ни выходить замуж, Матфея 22.30, потому что там будет нехватка мужчин. Конечно же, причина не в этом, но я знаю, что имел в виду этот острослов. Я знаю слишком много мужей, которые, похоже, думают, что в старой песне поется «Жену мою возьми Господь и посвяти себе». Мой знакомый проповедник как-то сказал, что у церкви слишком много зятьев. Так он иронически назвал неверующих мужчин, чьи жены были христианками. «Если вы мужчина и нехристианин, то я всем своим существом умоляю вас стать им. Я призываю вас сделать это прежде всего для того, чтобы была спасена ваша собственная душа. Вы не можете спастись на основании праведности другого человека». Павел подчеркивал, что «каждый из нас за себя даст отчет Богу». Послание к римлянам, 14 глава, стих 12. Рассказывают такую притчу об одном нехристианине, которому однажды приснился сон. Ему снилось, что он умер и пришел к вратам рая. Он попытался пройти через них, но привратник спросил его, «Ты кто такой?» «Я уверен, что ты знаешь мою жену», — сказал человек. Он назвал ее имя и стал рассказывать о том, как его жена ходила в церковь, изучала Библию, молилась, работала и помогала другим. Он рассказал, какой прекрасной христианкой она была. «Но ты не можешь попасть на небеса лишь потому, что твоя жена была хорошей христианкой», — сказал привратник. «Так моя жена жила христианской жизнью за меня и ходила в церковь за меня», — стал протестовать мужчина. «Вот и хорошо», — ответил привратник. «И теперь она за тебя пошла на небеса». Чтобы спасти свою душу, христианином стать нужно самому. Если вы отец, то должны стать христианином, чтобы помочь спасти души члены вашей семьи. Осознаете ли вы это или нет, но вы, как отец, оказываете огромнейшее влияние на своих детей, как хорошее, так и дурное. Вы можете даже активно и не противостоять своей жене и специально не препятствовать ее усилиям поступать правильно. Но просто своей небрежностью вы можете разрушить то положительное влияние, которое ваша жена оказывает на ваших детей. Мужское влияние подчеркивается во всей Библии. Например, во втором послании Тимофею 2.2, где Павел говорит Тимофею «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Мне небезразличны вы и ваша семья». И поэтому хочу высказаться предельно ясно. Без Христа вы никогда не станете таким человеком, каким нужно быть. Вы никогда не будете таким мужем, каким нужно быть. Вы никогда не будете таким отцом, каким нужно быть. Вы никогда не сможете оказать доброго влияния. Однажды древнегреческого философа Платона спросили, что такое человек. Он ответил «Это двуногое животное без перьев. Отличаетесь ли вы от животных только тем, что у них четыре ноги, а у вас две? Отличаетесь ли вы от птиц только тем, что у них есть перья, а у вас их нет? Конечно же нет, вы стоите выше животных, потому что Бог дал вам бессмертную душу». Экклесиаст, 12 глава, стих 7. Если вы это понимаете, то живете ли вы с мыслью о том, что ваша душа когда-то предстанет перед Богом в судный день, как написано в книге Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стихи. Вы никогда не будете именно таким, каким должен быть мужчина, пока не станете христианином. Во-вторых, нам нужны мужчины, которые были бы настоящими отцами. Кто-то может возразить «Ну я есть отец». Я вкладываю в это слово весь его смысл, который в него вкладывает Библия. «Простое наличие ребенка в семье делает вас отцом не больше, чем наличие какой-то книги в вашем доме делает вас ее автором». Библия возлагает большую ответственность на отцов. «И вы, отцы, читаем мы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание к Ефесинам, 6 глава, 4 стих. Многие считают, что эта мать должна главным образом объяснять детям, что хорошо и что плохо, но они заблуждаются. Это отцовская обязанность. Прежде всего, отец будет отвечать за то, как воспитаны его дети. Бог сказал об Аврааме в книге Бытие, 18 главе, 19 стихе. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд». Бог был уверен, что Авраам будет духовным лидером в своем доме. Может ли Бог быть также уверен в вас? В своей замечательной прощальной речи перед израильтянами Иисус Навин сказал, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисус Навин мог говорить от имени всего своего дома. Почему? Да потому, что он с готовностью исполнял свои обязанности отца. «Чтобы стать таким отцом, требуется время. С тех пор, как родилась моя первая дочь, одной из моих первостепенных задач стало, не считаясь со временем, воспитывать моих детей верными христианами. Я знаю слишком много проповедников, которые были так заняты помощью другим, что пренебрегали своими семьями, а в результате кое-кто из их собственных детей был потерян для Господа. Оглядываясь назад, могу сказать, что быть отцом нелегко. Каждый отец должен стараться находить время, даже если для этого потребуется отменить другие дела, для общения со своими детьми. Это очень важно. Я понимаю, что вы заняты. Иногда вы можете едва справляться со всеми теми обязанностями, которые жизнь взвалила на вас. Но не приносите своих детей в жертву на алтаре успеха и достижений. Иуда продал своего Господа за тридцать серебряников, и когда он осознал, что сделал, то вышел, пошел и удавился. Читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава, стих 5. Сегодня многие отцы продают своих детей за более просторный дом, лучшую машину, более влиятельное положение. Как они будут себя чувствовать, когда в конце концов осознают, что они сделали? Воспользовавшись известными словами Иисуса, можно сказать, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а ребенка своего потеряет, или какой выкуп человек даст за своих детей. Смотрите Матфея, 16 глава, стих 26. В-третьих, нам нужны мужчины-руководители, к тому же настоящие руководители. При этом я не обязательно имею в виду общественных деятелей. Речь о том, что нам нужны мужчины, готовые взять на себя руководство в духовных вопросах как общественного, так и личного порядка. Бог повелел, чтобы руководство взяли на себя мужчины. Святой Дух изложил конкретные требования к епископам или старейшинам, и, согласно этим требованиям, ими могут быть только мужчины. Смотрите 1-е послание Тимофею, 3-я глава, 2-й стих, и послание к Титу, 1-я глава, стих 6-й. Новый Завет, говоря о церковном богослужении, предписывает женщинам молчать в 1-м послании к Коринфянам, 14-34, и не властвовать над мужем, 1-я Тимофею, 2-12. Когда мы думаем о великих библейских героях, то чаще всего в нашей памяти всплывают выдающиеся мужчины. Ной олицетворяет собой мужество и повиновение, Авраам служит замечательным примером веры, Иов подает нам пример терпения, а Иосиф – пример чистой, безупречной жизни. Вряд ли можно превзойти оптимизм халева. Давид учит нас доверять Богу. После воскресения Иисуса активное руководство взял на себя Петр. А что касается упорной работы, то кто мог справиться с Павлом? Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что в Библии нет ни слова о великих женщинах. Некоторые из них, наверное, даже превосходят тех мужчин, которых я привел в пример. Я лишь говорю, что, как правило, для осуществления руководства Бог избирал мужчин. Бог хочет, чтобы мужчины прокладывали новые пути служения и полезности. Бог хочет, чтобы мужчины видели, что нужно сделать, и следили за осуществлением этих дел. Объясняя женщинам, почему они должны повиноваться своим мужьям, Павел говорит, «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Первое послание Тимофея, вторая глава, тринадцатый стих. Он также писал в Первом Коринфянам, одиннадцать девять, что не муж создан для жены, но жена для мужа. Библия учит, что мужчина должен брать на себя руководство, потому что это по-библейски и естественно. Если он так не поступает, то это неправильно, не по-библейски и неестественно. Я не знаю, почему Бог задумал именно так. Я не раз задумывался, а не дал ли Бог такое указание, потому что мужчине свойственно сваливать все на другого. Я заметил, что в организациях сферы обслуживания, где работают и мужчины, и женщины, мужчины часто передают женщинам бразды правления и большую часть работы. Как бы там ни было, в Библии четко сказано, что мужчины должны быть духовными руководителями в церкви и у себя дома. Ах, как часто мужчины в этом отношении оказываются далеко не на высоте. Возьмем посещаемость. Мне приходилось видеть, как мужчины подвозят к церкви своих жен и детей, а сами возвращаются домой, чтобы провести еще одно безбожное воскресенье. Вот какой заголовок появился в газете, издаваемой в Корпус Кристи, штат Техас. «Мать в церкви, отец дремлет, ребенок гибнет». В статье рассказывалось о том, как погиб малыш, который остался дома с отцом, когда мать пошла на богослужение. Вместо того, чтобы присматривать за ребенком, отец заснул, а малыш забрался в небольшую емкость с водой и там утонул. Еще большая трагедия заключается в том, что на духовном уровне эта история повторяется в тысячах семей каждое воскресное утро. Пока мать в церкви, отец дремлет, а дети погибают духовно, потому что мать одна не в состоянии должным образом воспитать их. Возьмем домашнее обучение и воспитание. Мы уже отметили, что Библия недвусмысленно возлагает эту обязанность на плечи отца. Ефесиным 6 глава, стих 4. Но, несмотря на это, некоторые дети никогда не слышали своих имен в молитвах их отцов. А работа для Господа. Женщины тащат на себе множество обязанностей. Если бы в некоторых общинах женщины не посещали своих братьев и сестер, не помогали им и не старались достучаться до сердец погибших, эта необходимая работа просто бы не выполнялась. Среди моих друзей есть мужчины, недовольные движением за освобождение женщин. Они жалуются на то, что женщины одолевают. И в то же время все видят, что сами они никогда не брали на себя никакого руководства. Да, некоторые мужчины хотели бы, чтобы женщины все делали в точности так, как они им велят. Но при этом сами они никогда не принимали данной им Богом ответственности, без которой мужчина не может считать себя мужчиной. Какое-то время назад в газете «Оклахоман энд Таймс» появилась проблемная статья под заголовком «Почему пал Рим?». Вот отрывок из этой статьи. Доктор Моррис Линден, известный психиатр из Филадельфии, призвал к возвращению мужского руководства мужчинам в Америке. На пресс-конференции он заявил, что Америка, подобно Древнему Риму, испытывает гедонистическую жажду процветания. «Процветание Рима привело к изменению роли женщин», сказал доктор Линден. «Они стали более властными и активными за счет мужчин». Он назвал это «началом падения Римской империи». «Я думаю, доктор Линден прав. Слишком многие из нас хотят иметь мужские привилегии и в то же время не брать на себя никаких обязанностей. Да поможет Бог каждому отцу занять принадлежащее ему по праву место руководителя в духовном росте своей семьи». Мы еще не исчерпали перечень качеств, необходимых мужчинам, Божьим чадом. Кто-то составил следующий список, назвав его «десять наиболее важных мужчин». Во-первых, это мужчина, который ставит Божье дело превыше любого другого. Во-вторых, это мужчина, который не отправляет, а приводит своих детей на богослужение. В-третьих, это мужчина, который стремится быть добрым примером для каждого, с кем его сталкивает жизнь. В-четвертых, мужчина, который думает больше о своих занятиях по Библии, чем о своем утреннем воскресном сне. В-пятых, мужчина, который измеряет размер своих пожертвований своим материальным достатком, а не количеством наличных в кармане. В-шестых, мужчина, который ходит на богослужение ради Христа, а не ради себя или кого-то другого. В-седьмых, мужчина, который стремится лучше помогать, чем получать помощь. В-восьмых, мужчина, который замечает свои собственные ошибки раньше, чем ошибки других. В-девятых, мужчина, который имеет лучше усердие, чем блестящий ум. В-десятых, мужчина, который больше беспокоится о завоевании душ для Христа, чем о мирских почестях. Призываю вас, будем мужчинами. Давид, давая последнее наставление своему сыну Соломону, сказал, «Ты же расти сильным и становись мужчиной». Третья книга царств, вторая глава, второй стих, в современном переводе. В первом послании к Коринфянам в 16 главе 13 стихе мы читаем, «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Это можно также перевести «Будьте мужчинами». Боже, помоги нам, мужчинам, вести себя по-мужски, взять на себя руководящую роль в становлении христианами. Дай нам встать во главе и повести наших домашних к Господу. Дай нам быть первыми во всем хорошем и правильном. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Продолжение следует...